Если вы хотите знать, как Diamond Roleplay завлекает всех своих игроков установить лаунчер, то досматривайте данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. 2020 год. Столько разнообразных событий произошло за весь этот период, в том числе в самом сегменте, и одним из самых таких, знаете ли, показательных примеров вот этого вот того, что произошло, это лаунчеры у GTA Samp серверов. Практически уже, знаете ли, у каждого проекта либо есть свой лаунчер, либо он находится в разработке, либо думают о том, как бы начать его разработку, для того, чтобы он уже у нас появился. Лаунчеры уже есть у Diamond Roleplay, у Resoner Roleplay, у Grand Roleplay, да и думаю, что у каких-то других проектов, которые я не назвал, лаунчер тоже либо имеется, либо его уже разрабатывают, либо происходят еще какие-то вещи. Обусловлено это тем, что лаунчеры помогают сделать то, что не дает сделать сам. Тот же самый голосовой чат, который уже, знаете ли, полюбился, и понравился абсолютно всем игрокам, ну и даже если не абсолютно всем, то большинству игроков он уж точно понравился и пришелся по душе, потому что, ну а как вообще по-другому, как вообще иначе-то, разумеется. То есть голосовой чат, я сразу сказал, что голосовой чат, он спасет GTA Sump, когда большинство всяких разных GTA Sump ютуберов говорили, мол, да нет, да голосовой чат, да мы знаем комьюнити Sump, то есть вы представляете, GTA Sump ютуберы, которые постоянно говорят, вы мои там, я не знаю, братики, кентики, кентафарики, там все прочие, вы там, я не знаю, мои гетто-тащеры, мои гетто-ящерки, все прочие, которые я вас так сильно люблю, я вас так сильно обожаю, просто там, я не знаю, на сервер зайдите, который я рекламлю, и все такое, и они, вот знаете ли, говорят, что, мол, ну вот мы, так сказать, аудиторию GTA Sump познаем, то есть там, знаете, врежется один человек с другим человеком, и сразу начнется, да я там твою мать, там твой батя, пидорас, там и вот все-все-все прочее, то есть такое тоже имело место быть у большого количества GTA Sump ютуберов. Ну, в данном случае это был человек, который, знаете ли, у него никнейм такой, он состоит из трех букв, первая буква это И, а заканчивается на СЯ, вот то есть как-то так все это было, и он был, знаете, таким ярым противником голосового чата, да и большое количество вообще ютуберов, вообще каких-нибудь, там, я не знаю, где-нибудь, вообще вот, там, я не знаю, создавался какой-нибудь опрос по поводу того, вам нужен голосовый чат, вам не нужен голосовый чат в каких-нибудь, там, я не знаю, тематических пабликах по типу, там, журналов тех же самых по типу, я знаю, вроде как в самом ворлде ничего такого не создавалось, но вот Rockstar бомбит, а точно что-то такое дело, да и мы все знаем такую, знаете ли, желтушную газетенку под названием, ладно, название этой газетенки мы тут называть не будем, то есть без особой необходимости название этой газетенки на моем канале никто не произносит, потому что, ну а зачем пиарить лишний раз каких-то вот этих, знаете ли, всех мракобесов, всех этих дебилов, тупиц и вот всех-всех-всех прочих, нам это абсолютно не надо, да и я думаю, вы понимаете почему, однако, ладно, об этом мы уже с вами говорили, у меня уже выходил, знаете ли, не один, а возможно, десяток видеороликов на какую-то похожую тематику по типу лаунчеров и вот всего прочего, про лаунчер Diamond Roller Play у меня также выходил отдельный ролик на моем этом канале, я рассказывал о том, там про этот лаунчер, про все-все-все прочее, потом там у Revent Roller Play, насколько я понимаю, был какой-то там, я не знаю, свой лаунчер со своим проектом по типу, вроде как назывался он что-то наподобие Redfire или вот как-то так все это было и тогда я предположил, что возможно лаунчеры, они могут даже делаться для того, чтобы когда у проекта там, знаете, не все хорошо с деньгами, чтобы вшить туда какой-нибудь майнер и вот он майнил, знаете ли, занижал производительность компьютеров своих игроков, в общем-то, которые установили этот самый лаунчер и тем самым, чтобы создатели, разработчики серверов и проектов могли как-то на всем этом обогащаться. Мою теорию тогда разломили просто в пух и прах, но согласитесь, она имеет право на жизнь и вследствие того, что Самп, он немножечко нестабилен, создатель Сампа, Калкор, он нестабилен, наверное, вдвойне от всего этого, знаете ли, Сампа и поэтому как-то, ну, забавненько, что ли, получается, что все вот решили перейти в лаунчер. Не все, конечно, а большинство, как бы за всех, мы говорим о него, большинство проектов, как бы, чтобы сохранить, знаете ли, свой капитал, свои дивиденды, потому что столько развиваться вот в этой, во всей Самповской сфере, и чтобы потом в один день Калькор, там, пришел откуда-нибудь со своей работы или, там, не знаю, встал с дивана, допустим, каким-нибудь днем напоролся на какой-нибудь, там, знаете, шкаф или, там, не напоролся. Мне как бы вообще похуй, проект не проект, шкаф не шкаф, босс не босс, китайский не китайский, даймонд не даймонд, аризона не аризона, самое главное, это всегда следовать моему примеру и не позориться, никогда такого делать не надо, уж поймите меня. И запомните, самое главное, запомните, на шкаф не важно, в общем, какой-то, не какой-то, там, ну, вы сами понимаете, и чтобы он после этого такой разозленный, такой, да все, в пизду этот GTA-самп, столько лет держал, столько лет он мне нравился, столько лет он мне приносил какой-то доход со вкладки хостед, но теперь пошло оно все в пизду, мне это не нравится, то есть я хочу закрыть этот самый GTA-самп. Разумеется, большинству проектов такое не нужно, потому что терять деньги, это никому не надо, и вот, как бы, начинать где-то развиваться заново, это тем более никому не надо, и они решили, что будет лучше перевести большое количество своих игроков, по крайней мере, тех, которые они смогут, на лаунчер. А что, лаунчер это удобно, лаунчер это постоянное обновление, лаунчер, он всегда загружается, всегда запускается, и с ним каких-то таких, знаете ли, особых проблем не будет. Плюс, а там голосовой чат, плюс, а вот не так давно Diamond решили внедрить особый вид тюнинга для тех, кто пользуется этим сам лаунчером, то есть затюнинговать можно абсолютно любой автомобиль, и насколько я понимаю, так, как вам захочется, и каких-то дополнительных сведений по поводу всего этого не распространяется, но сам факт того, что вот все завлекают, пытаются завлечь игроков в лаунчер, это уже о многом говорит о том, что в самом деле, возможно, создатели проектов-то они что-то такое и знают, а возможно, просто они хотят отставать от своих конкурентов и всегда идти в ногу со временем. Вообще, вы можете выразить свои предположения по данному поводу в комментариях, все комментарии больше четырех слов я читаю на некоторые, отвечаю, а некоторым я вообще бывает такое, что ставлю лайки каким-нибудь, я не знаю, постмодернистическим комментарием, постироничным комментарием, да и всему-всему прочему я также ставлю лайки. А вообще, Arizona Roleplay Phoenix, проект, на котором был записан данный геймплей, вы можете найти в описании данного видеоролика. Заходите туда, ознакомливайтесь со всем этим и, разумеется, уже, я не знаю, там, ну, заходите в самом деле, сколько можно. А там же в описании, кстати, есть ссылочка на мой телеграм-канал, поэтому, если вас все это заинтересовало, заходите, подписывайтесь и всегда будьте в курсе самых новых событий в самповской сфере Ютуба, да и не только, в общем-то, Ютуба. Всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok